В соревнованиях в танцах на льду на первом этапе Кубка России у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина не было серьезных соперников. После официальной церемонии награждения к победителям немного стесняясь подошли несколько девчушек, которые вручили скромные подарки и попросили разрешения сделать совместное фото. После этого фигуристы ответили на вопросы корреспондента РИА новости Бориса Ходоровского. Внимание фанатов в Сызране ценее баллов, выставленных судьями за прокаты ЕБ. Очень приятно, что за нашими выступлениями кто-то постоянно следит и искренне нас поддерживает. Такое внимание для любого фигуриста важно независимо от того, какие места и на каких соревнованиях он занимает. Считается, что танцевальной паре нужно где-то 3-5 сезонов, чтобы скататься. Вы же сразу ворвались в пятерку сильнейших дуэтов России ЕБ. Не соглашусь с тем, что мы ворвались. Да и пятое место на чемпионате России считаем для себя средним результатом. ЕХ. Успехом посчитали бы завоеванные медали. А так получилось немного смазанное окончание сезона. И все-таки можно сказать, что ваш дуэт уже состоялся Е. Об этом пусть судят специалисты. ЕБ. Процесс притирки и скатывания, пожалуй, подходит к завершению. Работа над собой у каждого по отдельности и вместе только начинается. У вас два тренера, каждый из которых поначалу работал с одним из партнеров. Как они распределяют между собой тренировочный процесс, учитывая, что живут в разных городах Е. Х. Чаще работаем в Балашихе с Денисом Самохиным. Перед соревнованиями или когда просто чувствуем, что необходима смена обстановки, приезжаем в Тольятти к Олегу Судакову. Его свежий взгляд позволяет внести необходимые коррективы в наши танцы. Разделение на доброго и злого у ваших тренеров просматривается Е. Б. Временами бывает. Е. Х. Именно поэтому мы и приезжаем периодически в Тольятти к тому, кто добрее. Выбор этапа Кубка России в Сызрани связан с тем, что Егор начинал в Тольятти и по-прежнему представляет Самарскую область Е. Нам нужен был соревновательный старт именно в это время. А. Ритмический танец Денис Самохин и Николай Никонов, а произвольный Дина Ахмедгореева и Федор Полянский. Взять для воплощения на льду историю Отелла и Дездимоны идеи Дины и Федора. Из всех шекспировских героев они реже всего появлялись на льду. Е. Б. Интересно было показать взаимоотношения мужчины и женщины, которые выливаются в ревность. Е. Х. В концовке нашего танца мы в полном соответствии с текстом Шекспира показали, что ревность убивает. На каких соревнованиях до чемпионата России в Санкт-Петербурге мы вас увидим, Е. Б. У нас осталась возможность выступить на еще одном этапе Кубка России. Хотелось бы в Сочи, куда для работы с группой Федора Климова и Дмитрия Савина периодически приезжает моя прежняя партнерша Софья Евдокимова. Е. Х. Плюс два челленджера, которые пока окончательно не утверждены. Подтвердили нам и этап Гран-при в Сочи. Постараемся хорошо к нему подготовиться. Сколько стартов необходимо, чтобы набрать оптимальную форму Е. Б. Все определяется экспериментальным путем. По моим ощущениям, где-то 5-6. Е. Х. Плохо, когда промежуток между стартами большой. Иногда у нас получается, что приходится выступать на двух соревнованиях подряд, а затем долго ждать следующих. Допускаете ли вы переход в сборную Узбекистана, если не удастся пробиться в российскую Е. Х. У меня были контакты с Федерацией фигурного катания Узбекистана. Но речь шла только о проведении мастер-классов в Ташкенте. Знаю многих фигуристов из этой страны, некоторые из них уже тренируют. Выступать за Узбекистан не буду. Я родилась в России и здесь стала фигуристкой. Многие российские или американские фигуристы охотно принимают приглашения от других федераций. А у вас для этого даже формальные причины есть Е. Х. Я хочу выступать за Россию с Егором, базиным по меркам танцев, на льду вы еще молоды, а Елизавета просто очень молода. Рассматриваете ли в качестве своего следующий олимпийский цикл Е. Х. Конечно, наша основная задача после Пекина – быть в топе российских танцевальных дуэтов. Пока будем набираться необходимого опыта на российских и международных соревнованиях. Когда мы встали в пару, не ставили перед собой цель во что бы то ни стало поехать на Олимпиаду 2022 и всех там разорвать. Сейчас мы просто работаем, чтобы на каждом следующем соревновании выступить лучше, чем на предыдущем.